Ключевое направление это газификация, очень большой объем, практически все муниципалитеты участвуют, в том числе и те, у кого уже подведен газ, это внутрипоселковые сети, подключение инвестиционных площадок. Второе направление работы это ЖКХ, вся сфера энергии, тепло, водоснабжения, по водоснабжению особенно, это большие проекты по городу Ржеву, по городу Твери, Конакова и другие муниципальные образования. Что касается третьего блока, очень большой, емкий, тоже сроки очень сжатый, это социальный блок, здравоохранение, областная больница, онкодиспансеры, 4 детские полиглиники, 2 центральной районной больницы, это Бежицкая и Балагоя. Причем по Бежицкой уже сумма подтверждена правительством Российской Федерации, планируется многофункциональное, высокотехнологичное, компактное, ну, слово компактное, наверное, не подходит в полном, в прямом смысле, высокотехнологичное, мультифункциональное лечебное учреждение, которое будет межмуниципальным объектом здравоохранения, и на него будут возложены дополнительные функции, кроме функции центральной районной больницы. Что касается социальной сферы, также это школы, город Тверь и ряд муниципальных образований, это детские сады и одна сельская школа, сейчас мы подбираем, какой муниципалитет более, так сказать, нуждается в таком объекте образования. Также это инженерные сооружения, мостовые переходы, и на следующий год у нас планируется завершение Вышневолочок, автомобильный мост через Октябрьскую железную дорогу, ну и ряд других объектов, которые мы, конечно, имеем в планах. Это увеличение финансирования и уже реализация в полной мере всего того, что не было предусмотрено, дом культуры «Шахтер», также это строительство и ремонт ряда домов культуры и музейных комплексов на территории нашего региона. Ну и еще будем смотреть, позиции у нас открытые по новым объектам, если у кого-то будет документация из наших руководителей муниципальных образований и успеют это сделать качественно и в срок, то мы готовы расширять перечень объектов по адресной инвестиционной программе. Вы сказали, что мы на четвертом месте сейчас среди регионов ЦФО по объектам, которые финансируются через адресную инвестиционную программу, а можем ли улучшить свои позиции? Конечно, можем при наличии документации, сейчас эту работу мы ведем, но самый ключевой вопрос, собственно, мы сегодня с коллегами об этом обсуждали, это исполнение адресной инвестиционной программы, потому что одно дело строить планы и получить финансирование, а другое дело в текущих условиях успешно реализовать эти проекты, чтобы мы могли это предъявить нашим гражданам, обществу, жителям Тверской области, собственно, для кого это все и делается, создается. Это была ваша инициатива, чтобы ключевые стройки были и финансировались через АИП. Оно оправдало себя в принятии? Да, вы знаете, оправдало, потому что это очень комплексный режим работы, это означает более высокая публичность, это целевое финансирование, но самое главное, это конкретные сроки и возможность получить конкретные результаты для жителей нашего региона.